Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел представить небольшую совершенно историческую справку о профессоре Вараде, Золтане Вараде, который родил концепцию микрохирургического лечения. Начал он это свое дело уже с 1972 года. Клиника основана, как вы видите, 1978 год. Это часть его слайдов, которые я могу показать. Используя основной принцип, что удаляя варикозно расширенные вены, это приводит к падению пиковой и средней скорости рефлипта в основном стволе. Он показал закон Бернули и в своих экспериментах показал, и даже при помощи специального оборудования, доплерометрии, соответственно, капиллярометрии. Он проводил вот эти опыты и показал, что да, действительно, видите, даже флебометрон имени профессора Вараде, он показал, что удаление варикозно расширенных вен и оставление ствола варикозно расширенного позволяет снизить давление в стволе. Вы видите эти исторические фотографии, на каком оборудовании человек это делал, это все рождалось конец 70-х, начало 80-х. Человек создал концепцию, концепцию микрохирургической, мини-хирургии вен. Он так и назвал свое общество, главный офис которого во Франкфурте, общество мини-хирургии вен. И при помощи на тот момент подручных средств он абсолютно четко совершенно доказал, что именно эта концепция верна, она позволяет успешно лечить пациентов без всякого стриппинга. Его метод основан на том, что он бережно удаляет варикозно расширенные вены, и он придумал эту концепцию как гемодинамическую концепцию улучшения состояния вен. Он доказывал, что ствол становится более здоровым после мини-флебоктомии, доказывал, что он уменьшается, что падает доплеровский сигнал. И фактически потом он создал технику, и именно набор своих инструментов, которые можно купить. И вот эта презентация, это его родные слайды, показывала о том, как плохо можно делать мини-флебоктомию. И потом он, оставляя следы, рассматривает свою концепцию. Фирма Esculap, вы видите, делает эти крючки. И я хочу сказать, что, наверное, благодаря более чем 30-летнему труду этого человека, значит, во-первых, его знает весь мир, где-то, да, ну, там, 70-е, 80-е и 90-е. Две фабрики, MediCore и Esculap, конечно, выпускают оригинальный его инструмент, которые не так уж и дорогие. Он технику полностью поставил этой процедуры, начиная от местной анестезии, кончая извлечением вены, кончая тем, как это делать. Это уникальная техника работы, и она лучше, чем любые другие крючки Мюллера, Миллере, Эша. Я все крючки пробовал, это подтверждаю. И даже на основании его работ некоторые вот есть публикации 1988 года, когда пятилетний опыт был. Поэтому я хочу поблагодарить профессора. Я считаю, что его вклад был неоценимым как методом, как вклад человека, создавшего именно концепцию, технику и еще и инструмент, не опубликовавший ни одной статьи, ни в одном научном журнале. Этот человек совершенно блистательно сделал то, что он сделал. Большое ему за это спасибо. Я использую метод Вараде, я сразу перехожу к своей презентации. Наверное, что хотелось бы сказать. Наверное, сегодняшние опросы и сегодняшняя практика совершенно четко показывают, что минифлебоктомия зачастую выполняется слишком травматично, как вы видите на этих фотографиях. Остаются достаточно грубые рубцы, это связано с тем, что кожа просто рвется. Посмотрите, это просто, грубо говоря, вот такие неприятные моменты у пациентов. Это говорит о нарушениях. В целом, вторая проблема – это оставленные вены, которые воспаляются, резидуальные вены. Этими фотографиями я никого не хотел, конечно, обидеть, но просто нашел то, что в Инстаграме было первопопавшееся. Люди, в общем, даже на самом деле не понимают, что они выставляют, что выставляют огромное количество различного рода огрех. И эта методика, она, конечно, требует очень тщательного исполнения. Я сам очень долго работал в разных стилях минифлебоктомии, прежде чем пришел к тому, чем я чаще всего доволен. Я очень рекомендую выполнять разметку лежа сначала, когда вены возвращаются в свои ямки, в свои канавки. Вы чувствуете пальчиком, как эти вены идут, вы понимаете, как они идут. Потом, конечно, контрольно вы пациента ставите, дабы вы не забыли, какой-нибудь варикс не пропустили, да, потому что лежа вены классно спадаются. Соответственно, если вдруг у вас есть веновизор, это просто чудо, он, конечно, вам помогает. Я всегда использую веновизор для того, чтобы более тонко разметить. Вторая, наверное, важная проблема, которую нельзя обойти, инструментов в России для крючков микрофлебоктомических, вот, очень большое количество. Посмотрите, какой инструмент вы видите на этой фотографии. Ну, то есть это по форме, ну, это даже ни в какие ворот не лезет, это не крючки варади, но они называются крючки варади. Делается там, не знаю, московской, казанской фабрикой, это тоже клоны, да, то есть это не оригинальные инструменты. Это тоже, их огромное количество. Вены рвутся, толку от этой техники нет, доктор, даже доктор думает, что он делает технику варади, крючком варади, а реально он делает совершенно другим непонятным инструментом. Надо покупать, конечно, оригиналы. Всегда используйте дополнительную ультразвуковую визуализацию. Вы видите ультразвуковую картинку вены, да, после местной анестезии, как хорошо она видна, как здорово можно ее захватить, в общем-то, крючком в той ситуации, когда вы немножко сомневаетесь. Можно сделать один, одна, две попытки захвата вены без ультразвукового датчика, но он всегда у вас рядышком, и вы можете потом помочь себе, захватив. Хорошее освещение и увеличение крайне важно, особенно если вы работаете с маленькими венами. В данном случае систему Siris я использую всегда, когда работаю с венами мелкими. Это повышает качество работы, вы по-другому видите кожный прокол, по-другому видите вену, вы все по-другому видите, совершенно другие ощущения. Большая радость, что сегодня я в клинике могу это использоваться. Важным моментом является то, что тумисцентный раствор надо накачивать под вену, чтобы она выдавливалась наружу, да, и это еще и лучше всего обезболивает. Я также хочу сказать, что типичную минифлебоктомию я делаю под раствором лидокаина 005 вместе с содой, и пациенты очень хорошо переносят. Я также напомню, что крючок в араде создан не для того, чтобы вену обойти, а для того, чтобы захватить кусочек, самый маленький кусочек вены, как вы видите на этом фото, и дальше захватить его уже зажимом. Это важный момент для того, чтобы не травмировать кожу, для того, чтобы вы не пытались обойти. Вот крючок Эша создан для обхождения вены. У него и форма такая. Вена должна быть, конечно, полностью удалена. Это однозначно, потому что, к большому сожалению, огромное количество обрывков вен остается после минифлебоктомии, поэтому оптимально, если вы с одной стороны вену оставляете в конечном итоге, и она висит и ждет своего часа, когда вы у следующего прокола ее выделили, потянули, и вы можете полностью ее протащить и абсолютно убедиться в том, что вы полностью удалили эту вену. Также, да, вот как здесь вот видно на слайде, и, соответственно, в отношении микропроколов, да, как бы я думаю, что большого смысла нет на только что анестезированную текущую ногу, ногу из которой вытекает местный анестетик в сочетании с кровью, с сукровицей, никакого нет смысла в заклеивании микропроколов, мы не получаем нормального результата. Я очень рекомендую всем вам, уважаемые коллеги, класть хорошие прокладки и на следующий день, когда вся кровь гематома сукровица уйдет в эти прокладки, вы можете, вот как на правой фотографии видно, прокол на следующий день после процедуры. Когда он делается, прокол он делается на сильно анестезированную растянутую кожу, мы прокалываем кожу одним миллиметром, предположим, извлекаем вену, травмируем края, немножко его растягиваем, потом анестезия уходит и кожа сокращается. И именно это дает возможность хорошо сопоставить эту, просто заклеить недорогим пластырем микропор, который есть в любой, что называется, аптеке. Значит, заклеить и получить идеальный результат. Идеальным результатом считается то, что, конечно, вены ни при каких условиях, следы от микрофлебоктомии не должны быть видны. Это было мое небольшое мнение. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо за внимание.